Хроника апокалипсиса. 14 июля. Очередное жаркое воскресенье. Столбик термометра шкалит и давно перевалил за отметку в 35 градусов. От зноя многие спасались у водоемов. Ничего не предвещало беды. В некоторых метеосводках просто стояла отметка «После обеда возможен небольшой дождь». Внезапно после четырех часов мозорщину накрыла туча. Начался дождь, после шквалистый ветер и даже град. Настоящий апокалипсис. Стихия ломала деревья, била фонари, переворачивала остановки, срывала крыши. Спустя непродолжительное время город оказался обесточенным и практически обезвоженным. Стала пропадать связь. Сразу же районная администрация собрала экстренный штаб по ликвидации последствий от чрезвычайной ситуации. Аварийные бригады коммунальщиков незамедлительно приступили к работе. На передовой были и сотрудники МЧС. В первую очередь с дорог убирали поваленные деревья. Их были сотни. Их оттягивали с оборванных линий электропередач. Последствия были колоссальные. Природа показала, кто в доме, точнее на этой планете, хозяин. И попыталась поставить людей на место. Сразу же пропал свет. Постепенно с кранов уходила вода. Район оказался в электро- и водной блокаде. Масштабы разгула стихии стали видны только в понедельник утром. В районе отсутствовала мобильная связь. Люди не могли дозвониться друг к другу. Стало известно, что воскресный ураган прошелся по всей Гомельщине. Но больше всего пострадал наш район. Председатель обл. исполкома Иван Крупко объявил режим чрезвычайной ситуации. А ситуация была действительно серьезная. И решить ее оперативно при полном отсутствии связи было однозначно непросто. В понедельник, 15 июля, был организован подвод с воды в шести местах. К машинам сразу же выстроились очереди. Кстати, многие мазыряне проявили неравнодушие и делились своей водой из личных скважин с теми, кто в этом нуждался. Километровые очереди были на заправках. Люди стояли в них по несколько часов. Это при том, что жара не спадала. Аккумулятором цивилизации стал Белтелеком. Здесь был свет, связь, интернет. Здесь же разместился штаб, откуда велась координация работы всех служб. Сюда же приходили мазыряне, чтобы связаться с близкими и родными и подзарядить телефоны. Кстати, и здесь мазыряне показали свое неравнодушие. Этот парень принес удлинители, чтобы подзарядиться смогли как можно больше человек. И это не единичный случай. Все подключил. Повары заряжаем все. И как раз всем даем удлинители подключать. И самое главное, что все в теньке сидят и никто не греется на солнце. Утром в понедельник начали работать некоторые магазины. МТК Полесья продавали по старинке. На наличку. Также работала и заря некоторые частники. У кого генератор, у того и прибыль. Так работал бывший светофор в Козинках, все хиты, Мартин. Несмотря на сложную ситуацию, медики продолжали делать все от себя возможное в учреждениях здравоохранения. Выдавали справки, рецепты. Медики вели прием, делали экстренные операции, принимали роды. Кстати, в роддоме в понедельник родились два маленьких мазырянина. В это время на выручку пострадавшей в Мозырщине стали съезжаться сотни специалистов со всей Беларуси. Везли технику, генераторы. Стало понятно, что общими усилиями ситуацию постепенно более-менее удается взять под контроль. К позднему вечеру понедельника стала появляться вода. Уже во вторник, после обеда, электричество, мобильная связь, интернет. Главный энергопотребитель Мозыря, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, получил энергоснабжение. Однако стихия нанесла колоссальный ущерб. Сорванная крыша, поваленные заборы, ущерб населению пока подсчитывается. Первый заместитель министра МЧС Александр Худалеев мониторил ситуацию с воздуха. С высоты птичьего полета видно, лесной фонд пострадал значительно. Потери в сельском хозяйстве. Колоссальными усилиями аграрьев удалось сохранить поголовье и крупнорогатого скота, и свиней, и птицы. За Мозырщину переживала вся республика. На полное восстановление еще нужно немало времени. Проблемные улицы остались в городе. Немало обесточенных и обезвоженных населенных пунктов в районе. Работы ни на секунду не прекращаются. По решению министра обороны Беларуси в наиболее пострадавшие от стихии районы Гомельской области выделена специальная автомобильная техника для подвоза воды населению, силовые электростанции для восстановления электроснабжения. К слову, беда сплотила горожан. Это был своего рода тест на неравнодушие и взаимовыручку. Пострадали все сферы жизнедеятельности. Промышленность, лесное и сельское хозяйство, инфраструктура. Еще многое предстоит сделать специалистам. Но рядовые мазыряне могут также внести свою посильную лепту и навести порядок вокруг своих домов.